В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Ирина Цепетова. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах, которые обсуждались, и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Сегодня по всей России прошло предварительное голосование, организованное партией «Единая Россия». Граждане страны определили наиболее предпочтительных для них кандидатов на всех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. В Министском округе, как и по всей России, отчетные участки открылись в 8 часов утра. Хочется, чтобы в нашей стране был порядок. Вот и все. И хочется выбрать достойных депутатов, чтобы они защищали наши права. Вот. Ну, хочется жить достойно, так скажем. Для этого мы пришли, проголосовали. Жизненная позиция, убежденность полная, что нельзя пропускать такие политические мероприятия. По всей стране сегодня прошло предварительное голосование «Единой России», в ходе которого избиратели в каждом регионе сами определили кандидата от партии на думские выборы в сентябре. Процедура «Праймерис» для «Единой России» не нова, но в таком масштабе единороссы использовали ее впервые. По всей стране было организовано около 20 тысяч избирательных участков, из них 12 в Нинистском округе. Всего у нас количество бюллетеней 4 955. Как я уже сказала, большая часть бюллетеней 2,5 тысячи – это город и искатели по тысяче, на два городских участка и 500 искателей. И на село отправлено от 200 до 350 в зависимости от количества избирателей. Для всех, кто пришел в этот день на избирательные участки, полагался один бюллетень. В нем имена семи кандидатов. Это Сергей Коткин, Галина Медведева, Екатерина Бурдикова, Матвей Чупров, Евгений Семко, Анатолий Курленко и самый молодой выдвиженец Максим Свиридов. Еще на этапе подготовки к предварительному голосованию из гонки по собственному желанию выбыл Виктор Кмить. То количество кандидатов, которое было зарегистрировано, оно во многом, ну, спектр всех возрастных социальных групп. Здесь есть представлены, у нас кандидаты даже беспартийные. То есть это очень важно, что у избирателя и у жителя округа есть возможность выбрать на конечной стадии из семи кандидатов достойного. Тем самым мы легитимизируем процесс избирательный. И впоследствии мы можем говорить о том, что действительно кандидат появился не из какого-то мешка или из угла выше, а партия и Единая Россия выдвинулась действительно народного кандидата, которого поддерживает большая часть избирателей. Уже вопросов, откуда этот кандидат, кто его поддержал, каким способом он стал кандидатом депутата Государственной Думы, уже фактически отпадает. Схожую мысль, но уже лидера партии цитируют федеральные СМИ. Дмитрий Медведев отдельно подчеркнул, что на думских выборах никаких договорных списков, проталкивания удобных людей не будет. Игра в поддавки нам не нужна, и тепличные кандидаты нам не нужны. Только те, кто получит реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Другого способа попасть в список Единой России просто нет. С лидером партии согласен и секретарь регионального отделения партии Сергей Коткин. Для нас очень важно, чтобы как можно больше поучаствовал жители округа в этой процедуре, потому что чем больше будет людей, тем более будет объективный выбор. Мы действительно единственная политическая партия в России, которая пошла на этот шаг. Нашему кандидату, прежде чем заявиться на большие выборы в сентябре в Государственной Думе, он должен пройти вот это народное сито. Если он получит доверие жителей округа на предварительном голосовании, никаких договорных списков, никаких назначенцев в партии власти у нас не будет. Причем участвуют на этих предварительных голосований, вы видите, люди, начиная от председателя Государственной Думы, заканчивая рядовыми жителями в самом отдаленном населенном пункте. Никакие регалии, никакие звезды, никакие заслуги здесь не помогут, никакое протеже не будет в данном случае. Вот это, я считаю, большой плюс, поскольку он дает возможность молодым политикам влиться, войти в политику, зная о том, что никто его не будет подрезать. В отличие от официальных выборов, на праймерис можно проголосовать за неограниченное число претендентов, то есть поставить галочки за всех, победителей определит рейтинг. Вместе с жителями региона на предварительное голосование пришли и те, кто претендует на место кандидата от партий на думские выборы. Я считаю, что это очень правильная система, потому что она начинает привычать наше население к тому, что все-таки состоятся основные выборы в сентябре, и уже внимание к этим выборам создается заранее. Чтобы, не знаю, может несколько кандидатов не выдвигать, можно сразу же сориентироваться на того человека, которого уже выбрали на праймерис народ, то есть они уже будут знать и понимать, что у него есть поддержка. И дальше Единая Россия в нашем регионе будет вести того кандидата, которого поддержали уже на праймерисе люди. И когда будет общее голосование, то Единая Россия выставит не 8, как вот сейчас, да, или 10, там может быть кто-то бы еще был, или еще сколько-то, а выставит одного кандидата, который пойдет, и с другой стороны это не будет мелкое растаскивание, да, голосов, которые очень в таких больших, вот, да, мы говорим, выборах, иногда приходит к тому, что приходится еще раз голосовать. Оно, в принципе, позволит не только отсеять кандидатов, но и вычистить ту программу, с которой будущий кандидат, который будет баллотироваться в Государственную Думу, пойдет на выборы, а потом будет отстаивать, находясь в Государственной Думе, то есть будучи уже непосредственно депутатом. Мы немножко должны менять все-таки избирательную систему для привлечения людей, чтобы люди действительно реально осуществляли управление и государством, в том числе это, я говорю, Государственную Думу, да. Нужно менять, нужно привлекать. Сейчас активность населения очень слабая. Я думаю, что вот именно для повышения активности необходимо проводить вот именно такой праймерис. Предварительное голосование – это вообще очень важный момент в жизни округа, потому как он выявляет лучшего кандидата от Единой России для выдвижения в Государственную Думу выборы. То есть эта честь нам предоставлена за последние, наверное, лет 15, предоставить своего кандидата от округа. И это, наверное, очень интересно будет и для всех жителей округа, потому как наш кандидат будет работать в том числе и для благополучия жителей нашего округа. Напомню, что предварительное голосование Единой России выявляет кандидата от партии в депутаты Госдумы. Далее он будет участвовать в больших выборах, которые состоятся 18 сентября текущего года. Возможность избрать своего кандидата предоставлена регионом впервые с 2011 года, когда выборы в Госдуму начали проходить только по партийным спискам. Смешанная избирательная система вернула жителям нашей страны возможность самим выбирать свое будущее. Что касается предварительного голосования Единой России, окончательные результаты и имя кандидатов в депутаты Госдумы станут известны уже в понедельник. Глава государства Владимир Путин потребовал безусловного исполнения майских указов. По словам президента, они должны выполняться не на бумаге, а на деле, вне зависимости от внешних условий. Люди должны почувствовать перемены к лучшему. Выполнение поручений, сформулированных в указах главы государства от 7 мая 2012 года по экономике, социальной сфере, демографии, науке и образовании, обсудили в Кремле. Одни из самых серьезных посланий президента содержатся в майских указах сферы здравоохранения. По словам главы государства, сделан существенный шаг вперед в развитии всей системы. По ряду направлений достигли тех целей, которые оставили на 2018 год. Объективные цифры говорят о снижении младенческой и материнской смертности. Достигнут исторический минимум при историческом максимуме по продолжительности жизни в стране. В 2015 году были сохранены и закреплены положительные демографические тенденции прошлых лет. За год продолжительность жизни увеличилась на полгода, до 71,5 года. Общая смертность снизилась более чем на 3800 человек. Более существенно смертность снизилась у лиц трудоспособного возраста более чем на 21 тысячу человек. Мы вышли на национальный исторический минимум по младенческой и материнской смертности. Благодаря активным программам психологической поддержки снизили число абортов по желанию женщины за год на 65 тысяч, что внесло существенный вклад в повышение рождаемости. Важно отметить, что указанные тенденции сохранились и в текущем году. И за первый квартал 2016 года смертность населения снизилась более чем на 14 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне всей страны радует демографическое состояние Нинецкого округа. Наш регион входит в шестерку лидеров по рождаемости. Большинство новорожденных вторые и третьи дети в семье. Это говорит об уверенности жителей округа в завтрашнем дне и эффективности мер поддержки. Продолжает сохраняться на высоком уровне естественный прирост населения. Если по стране он составляет 0,2 на 1000 населения, то в нашем округе 8,2. В 2014 году мы достигли очень хорошего показателя продолжительности жизни. 70 лет. В минувшем году, по данным Росстата, продолжительность жизни в округе выросла до 71 года. Статистика говорит нам и о том, что смертность в округе гораздо ниже средних показателей Северо-Западного федерального округа и страны в целом. Несмотря на эту позитивную динамику, в округе остро стоит проблема с ранней диагностикой онкологических заболеваний. Уровень смертности от новообразований – единственный показатель дорожной карты по майским указам президента в области здравоохранения, которую мы проваливаем. Особое внимание в сфере здравоохранения уделяют кадровому вопросу. В каждом регионе утверждена дорожная карта преодоления дефицита и дисбаланса медицинских кадров. Одним из основных механизмов устранения кадровых дисбалансов является адресная целевая подготовка специалистов по заявкам регионов. Такая работа сегодня ведется и в Ненецком округе. Учреждения здравоохранения региона полностью укомплектованы участковыми терапевтами. Но кадровый голод по-прежнему есть в части узких специалистов. Особое внимание президента обращено на сферу образования. Дополнительного особенно. Число ребят, которые занимаются в музыкальных и спортивных школах, различных кружках и секциях, растет. Одновременно внедряется новый формат – детские технопарки. Такие как Кванториум, например, где ребята осваивают робототехнику. Другие профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем на рынке труда. Детям это интересно. У них глаза горят. Я был вот там, в этом центре, который сейчас только у нас был. Действительно здорово. Кстати, первые шаги в этом направлении есть и в Ненецком округе. С 1 февраля этого года в Центре детского творчества открыто новое направление технической направленности робототехника. Учащиеся занимаются на базовых наборах лего. Получая задания от учителя, ученики с интересом генерируют новые идеи, воплощая их в жизнь посредством элементов конструктора, датчиков и микрокомпьютера. Всего в Ненецком округе в организациях дополнительного образования по различным направленностям занимается более 6,5 тысяч детей. По словам Владимира Путина, уже со следующего года финансирование организаций дополнительного образования и государственных и негосударственных будет отдельным направлением в бюджетах регионов. Напомню, к 2020 году не менее 70% детей должны обучаться в музыкальных, спортивных школах, различных кружках и секциях. Тема, которая всегда стоит в повестке дня – ЖКХ. Одно из самых верных решений – введение лицензирования деятельности управляющих компаний. Создана система проверки квалификации руководителей этих управляющих компаний. Создан реальный инструмент освобождения дома от недобросовестной компании в случае двукратного невыполнения предписаний жилинспекции, подтвержденного судом. Запускает система штрафов в пользу потребителей за неверную квитанцию или некачественную коммунальную услугу. В результате этих действий рынок управления многоквартирным жильем начал очищаться. Участники рынка стали более добросовестно относиться к своим обязанностям. Повысилась квалификация управленцев. Так, 10% руководителей управляющих компаний не сдали квалификационный экзамен. 13% управляющих компаний не прошли процедуру лицензирования. Компании стали более внимательно относиться к запросам потребителей и требованиям жилинспекторов. Практически решена давняя проблема – проблема двойных квитанций. Теперь каждый дом закреплен в лицензии у контрятной компании, и за этим следит госжилинспекция. Ну а штрафы в пользу потребителей – это дополнительный стимул работать эффективно и честно. Кроме того, в рамках указов главы государства установлены предельные индексы роста тарифов в регионах. Но все решения эффективно заработают только тогда, когда будет обеспечена прозрачность и открытость этого сектора, сказал президент и напомнил о поручении создать государственную информационную систему ЖКХ, чтобы каждый мог проверить, из чего складываются платежи, посмотреть расчеты управляющей компании, а если нужно, то и подать жалобу. Важнейшим приоритетом стало повышение прозрачности жилищно-коммунального хозяйства. Люди должны понимать, за что они платят, почему услуга стоит столько. Именно для этого создана система ГИС ЖКХ. Она должна позволить всем участникам сферы коммунальной и жилищной создать такую прозрачную среду, где ресурсники, правящие компании, органы власти, граждане, собственники жилья будут вовлечены в процесс. То есть все будет прозрачно, все будет видно. Существует федеральная система ГИС ЖКХ, платформа, где до 1 июня должны все участники этого процесса, все поставщики и потребители услуг внести информацию. И, конечно, надо понимать, что с 1 июня по закону наступает определенная ответственность для участников данной системы. Мы входим в 26 регионов пилотных по России с данной системой. И это предполагает, что уже с 1 июня управляющие компании должны будут размещать квитанции на оплату за коммунальные услуги в данную систему. Соответственно, управляющие компании размещают информацию, ресурсники там определяют тарифы, которые они платят, чтобы это все контролировалось. А граждане, собственники жилья через личный кабинет могут заходить в данную систему, посмотреть, сколько им предъявлено к оплате, как это все копится, каким тарифам. Также через ГИС можно будет проголосовать на собрании, пожаловаться и на управляющую компанию, и в соответствующую жилищную инспекцию региона. В ходе заседания затронули также и расселение ветхого и аварийного жилья в регионах, создание сети многофункциональных центров и увеличение количества детских садов и школ. Все эти вопросы стоят в повестке дня всех регионов страны, в том числе и Ненинского округа. Задачи, поставленные в указах, должны выполняться на всей территории Российской Федерации, подчеркнул президент. Необходимо улучшать качество жизни людей и в больших, и в малых городах, и в сельской местности, подчеркнул глава государства. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север. При этом НАО выполняет план по расселению исключительно за счет собственных средств. Переселение граждан в благоустроенное жилье осуществляется в рамках государственной программы Ненинского округа. Реализуется она в два этапа. По информации, представленной Управлением градостроительной деятельности Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, для завершения первого этапа необходимо расселить более 300 квартир, из них половина в городе. С начала года из аварийного и ветхого жилфонда в новые квартиры уже переехали около 100 семей. Коммунальное предприятие готовится к летним ремонтным работам. На обновление инфраструктуры округ выделил 69 миллионов рублей трем организациям. Ненинской коммунальной компанией, предприятию объединенных котельных и тепловых сетей и Севершилкомсервису. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Алексей Николаев. В первую очередь журналистов интересовал вопрос о региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Постановлением администрации Ненинского автономного округа создан список домов, которые подлежат ремонту. В 2016 году в соответствии с краткосрочным планом будет проведен капитальный ремонт восьми домов. В Наринмаре будут отремонтированы дома по следующим адресам. Улица Ленина, 28 и 52Б, улица Пионерская, 23, Октябрьская, 15, переулок Макарабаева, дом 1 и Первомайская, 3. В посёлке Искателей отремонтируют многоквартирный дом по улице Губкино, 22А. В селе Нижняя Пёша дом по улице Советская, 31. Стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году составит более 84 миллионов 800 тысяч рублей. Из них средства бюджета Ненинского округа – 15 миллионов 692,5 тысячи рублей. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направил на эти цели 6 миллионов 706 тысяч рублей. Средства собственников помещений в многоквартирных домах составляют более 62 миллионов 430 тысяч рублей. У нас фонд сейчас провёл расторговку с подрядчиками по техобследованию данных домов. По сути, договора подписаны. Соответственно, работы начнутся буквально, наверное, в июне-июле. Фонд нас заверяет, что все дома он прокапиталит. Ответил Алексей Николаев и на вопрос о положении округаза. Компания по-прежнему находится в предбанкротном состоянии. Долги компании составляют более 80 миллионов перед Печорнефтегазпромом. Судебные приставы наложили запрет на часть имущества. Готовятся документы для выставления организации на продажу. Департамент ЖКХ ведёт работу в части возможности выкупа организации, чтобы оно не ушло в частные руки. Для этого Ненинскому округу потребуется порядка 170 миллионов рублей. В настоящее время ведётся активная работа и по внедрению государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Все управляющие организации, ресурсоснабжающие компании и органы власти вносят необходимую информацию в государственный сервис. Это необходимо сделать до 1 июня. У нас есть четырёхстороннее соглашение с Минкомсвязи, Минстроем, с Почтой России как оператор этой системы. И, соответственно, по этой системе предполагается, что там будут квитанции по плате выставляться в данную систему. Каждый гражданин может будет заходить через личный кабинет в данную систему, смотреть, сколько ему начислили, за что он платит, по каким тарифам. Предполагается, новый сервис облегчит потребителю внесение платежей. В одной квитанции будут счета за газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, возможно, и платежи управляющей компании за содержание и благоустройство. Вся информация будет аккумулироваться в едином расчётном центре, открытом на базе Ненецкой коммунальной компании. По задумке авторов проекта, Министерство строительства и ЖКХ России, в полную силу централизованная система начнёт работать с 1 июля 2016 года. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Это была программа «Итоги недели». Мы вспомнили основные события прошедших 7 дней. Берегите себя и своих близких. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова